Уже в эту пятницу, 11 октября, Барнаул ждет масштабный фестиваль «Зазеркалье». Интересен он и для зрителей, и для профессионалов. Ведь помимо спектаклей будут и мастер-классы, и творческие встречи. Еще одно крупное событие в мире культуры этой осенью, о котором накануне рассказала Елена Безрукова, фестиваль, посвященный Домре, «Прима Домра». Главной звездой нашего фестиваля будет Екатерина Мочилова, известнейшая домристка, которая входит в топ музыкантов страны. В своем направлении это что-то примерно уровня Дениса Мацуева, только «Домра». Играет на ведущих площадках, в ведущих залах. Ее график расписан на несколько лет вперед. Помимо этого, жители региона ждут мероприятия, посвященные 220-летию Михаила Глинке и 225-летию Александра Пушкина. Министр культуры края Елена Безрукова также рассказала, где побывают творческие коллективы региона осенью. Ансамбль «Огоньки» продолжит гастроли в Йошкарале, Тольятти, Сызрани, Волгограде и Астрахани. Ансамбль «Алтай» приглашен на Кубу. А уже на следующей неделе делегация от нашего региона примет участие в проекте «Музейные маршруты России» в Грозном. Также на встрече с журналистами министр напомнила о крупных объектах культуры, которые дождались своего ремонта. Например, в середине ноября откроется Троицкая детская школа искусств. Типовое здание, такое под шубой, зелено-серое, унылое, преображается буквально на наших глазах, потому что капитальный ремонт за счет национального проекта и софинансирования из краевой программы культуры Алтайского края, конечно, меняет ее в полном объеме и фасад, и все внутреннее убранство. Работы ведутся и в детской школе искусств «Черыше». Также капитальный ремонт продолжается в районном доме культуры в Романово. Мы получим новый красивый дом культуры. Мы уже как-то рассказывали про изюминку, которую придумали проектировщики-строители и сами местные представители культуры, потому что у них оригинальным образом будет выполнена крыша, которую можно будет в летнее время использовать как площадку для проведения мероприятий. Так что не только в Барнауле можно будет провести какой-нибудь молодежный концерт на сцене, но и в Романово. Если забегать вперед, помимо традиционных фестивалей, в следующем году жителей края ждет несколько интересных событий. В апреле регион примет «Эхо» – большой детский фестиваль, художественным руководителем которого является Сергей Безруков. В июле масштабное событие в художественном мире – молодежной биеннале «Азарт Сибирь». А в конце августа в регионе пройдет международный фестиваль искусств. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.